Железнодорожная платформа по определению должна быть зоной безопасности, если ее использовать по назначению и выполнять элементарные правила поведения вблизи подвижного состава. Иначе и быть не может. На платформе подчас находятся десятки и десятки людей. Они переходят с платформы на платформу, пересаживаются с одного направления на другой, но кто-то из них ищет обходные пути, вернее сокращает свой путь. Вот так, по-свойски и непринужденно. А эта девушка вообще показывает чудеса сноровки. Без спортивной подготовки такое препятствие не одолеть. И она не одна такая. Станция Матища является центральным пересадочным узлом. И здесь они используют пересадку с первой на вторую платформу для того, чтобы с простой электрички пересесть на спутник. Или же приезжая на вторую платформу, они переходят на первую, на электрички, идущие в их направлении. Кто-то старается сэкономить время, кто-то деньги, кто-то ищет порцию адреналина. Тем более, что все знают, бегать по путям опасно. Этот день не стал исключением. Очередной пассажир на станции Перловская попал под электричку. К сожалению, привычка людей, которая сформировалась у них, не обеспечивает им безопасность на РЖД пути. Много всяких факторов. Иногда они в трезвом состоянии, иногда в наушниках, иногда это те же погодные условия. Это слякоть, дождь, снег. Тем не менее, люди по привычке все равно совершают пересечение с первой на вторую платформу. Как видите, на третью залезли. А вот какой диалог у нас произошел прямо на платформе. Но непонятно, поняли ли мы друг друга. Вот это место на платформе Матичинского вокзала, наверное, самое опасное. Именно здесь очень часто люди предпочитают спуститься с платформы, перейти на другую или выйти в город. А мероприятие это крайне опасное, потому что здесь действительно все сделано для того, чтобы люди сюда просто не выходили. А с другой стороны, частенько люди просто не видят и не слышат, когда к ним подходят электрички. Для них это оборачивается трагически. Но нам возразили, один пассажир заявил, должен быть переход с одного пути на другой, даже если туда нет билета. Я потом туда не попаду. Допустим, если вам понадобится туда попасть. Мне сейчас надо туда попасть. Потому что сейчас приходит туда Монская электричка. И вас не останавливает, чтобы вот это... А что делать? 20 минут ждать следующую электричку? Ну вы же знаете, что сейчас участились вот эти случаи. Знаю. И немолодой уже. Найти для себя оправдание можно всегда. Но к чему это может привести? На данной станции у нас есть надземный переход. Он не один. То есть люди могут, по идее, безопасным способом попасть на нужную платформу. Они, более того, и скрытые пешеходные. То есть дождь не страшен, все, снег. Вы можете спокойно попасть на необходимую вам платформу. Но люди просто не следуют этим правилам. И не берегут себя. Подают пример другим. Дурной пример заразительный, как известно. Конечно, нужно, чтобы таких дурных примеров было как можно меньше. И лучше, чтобы не было вообще.